Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Евгений Богданов, и вы на канале Сомелье. Но сегодня с вами не только я, а девушки, которые представляют сегодня великолепный, на самом деле, очень интересный проект первого в России такого полноценного маркетплейса vino.ru, это руководитель проекта Дарья Орлова и эксперт, правильно, проекта Светлана Ламсадзе. Ряд вопросов я хотел вам сегодня задать, но прежде чем я задам те вопросы, которые хотел ранее, я вот сейчас подумал о том, что мы, несмотря на то, что мы знакомы, так скажем, какое-то время, но я не так много о вас знаю, поэтому будет здорово, если вы немножко расскажете и для меня, и для наших. У нас, между прочим, не подписчики, а у нас телезрители. Телезрители? Да, не подписывал то вот. Вы в телеке прямо уже? Мы в телеке в том числе. У нас по-разному смотрят, кто-то с телевизора, кто-то с планшетой, кто-то с телефона, поэтому нашим телезрителям, так же, как и мне, будут узнать немножечко о вас. Сказала, начнем. У вас есть какая-то... Ну, давайте я начну, потому что я, на самом деле, с тобой, вот, Женя, очень давно знакома, и для меня сегодня такой особенный день, потому что я очень рада побывать у тебя в гостях. Когда-то я училась, обучалась вину на твоих видео. Это были первые видео на Ютубе про вино, которое я посмотрела. Это было уже очень давно. Ты тогда был еще бренд-амбассадором крупной винторговой компании, и я отсмотрела все видосы, я от тобой совершенно очарована, вдохновлена. Поэтому для меня счастье у тебя побывать, с тобой общаться. Сейчас уже как коллеги, да, и вот мы тоже снимаем контент, тоже делаем медиапроекты. Я придумала первый женский подкаст про вино, который называется «Винодевы». Как раз-таки так ты нас и представил. Мы действительно уже, мне кажется, для многих знакомы именно как винодевы. Также мы делаем спецпроект «Вино без остановки». Мы снимаем фильмы-подкасты. Это тоже первый в истории такой медиапроект. Мы совмещаем подкаст и кино. Снимаем не только в России. Вот у нас вышел выпуск «Извай отзора». Кстати, готовилась я к этому спецпроекту. Тоже смотрела твои видео про армянские вина. Но я знаю, что ты большой специалист по армянским винам, как и по другим. И сейчас, да, я руковожу проектом «Вино.ру». Про него можем сегодня поговорить, если время будет. Безусловно, мы о нем тоже поговорим. Да, спасибо большое, что вот такой теплый отзыв о моем творчестве, так скажем. Скажу честно, я не впервые слышу, что человек смотрел канал, потом пришло в вино. Да, потому что у тебя все круто изложено. То есть с доп-опцией, я всегда называю такой контент, все четко, понятно, но при этом ты не слишком просто рассказываешь. То есть ты рассказываешь, ты прямо разворачиваешь вот эту тему, и какие-то вот эксперты, еще сложные. Ну и немножко личного опыта тоже, наверное. Да, ну вот о сложном просто. Я обожаю таких экспертов. И, по сути, в Венаде вы тоже стали такой площадкой для ультраэкспертов, которые имеют еще необыкновенную способность рассказывать человеческим языком о очень сложных вещах. Спасибо. А до вина ты же занималась? Я говорящая голова, я радиоведущая. Я радиоведущая, конечно. Нас лет проработала. Что-то ты не упомянула. Я тебя знаю тоже, наверное, примерно с тех времен, но только, наверное, со временем, когда ты начинала заниматься, то есть первые такие шаги в вине, когда ты, в общем, на радио приглашала разных винных экспертов. Да, и мне главный редактор все время говорил, Даша, мы очень в близких отношениях с Максом Димовым, главным редактором Москва-ФМ, он мне всегда звонил после эфира и говорил, Даша, нет ничего ценнее на радио, чем лицензия на вещание. Хватит про вино. Решили, что надо уходить в подкасты, в подполье, потому что все-таки эфир, ну, есть ограничения на рекламу, это такая болезненная тема, но это на нас влияет. Да, несмотря на то, что мы лично познакомились чуть позже, а друг друга знаем уже давно, потому что я ее в машине слушал. Да, ты тоже меня слушал об аудитории? Да-да-да, я сейчас не вспомню точно, какой именно эфир, но я тебе даю еще того, как мы встретились лично на одной из выставок, и я очень хорошо узнал, кто такая Дарья Орлова, поэтому... Класс. Может быть, я тоже на твоих радио учился, потому что я же вином занимался, да, а тут пришлось разговаривать больше, и, в общем, в том числе, как Роман Сосновский недавно представил мастером разговорного жанра от вина... Роман хотел бы сам быть этим человеком от вина, я думаю. Не без зависти было сказано. Но он роман симпатичный, кстати, ему надо в кадр. Роман симпатичный, а знания какие-то фантастические. Просто невероятные. То есть люди, которые... Я когда выиграл в 2014 году российский конкурс «Семелье», я вот тогда... А в 2015-м я уже судил и выиграл Саша Рассаткин. И когда в 2015-м выиграл Саша Рассаткин, я там чуть не перекрестился и понял, что хорошо, что я в 2014-м выиграл, потому что, типа, позже... Чем дальше, тем страшнее. Это вот та история, когда все сложнее и сложнее, эти вопросы. А Роман еще стал пятым «Семеле» в Европе, и это говорит о том, что уровень совершенно потрясающийся в основном. Светлана, как началась твоя винная жизнь? Ну и в целом немножко расскажи о себе для наших телезрителей. Ну вот я, в отличие от вас, такой синий воротничок. Я работяга от винной индустрии. Я занимаюсь тем, что 19 лет хожу по залу, занимаюсь сервисом, разговариваю с гостями, открываю бутылки вина, пробую их. И такой грубый процедурал весь на мне в ресторане. И я рабочий «Семеле», рабочая лошадка, можно так сказать. Я с утра до ночи нахожусь в ресторане и работаю с гостями, открываю много вин. И никогда ни в какие другие сферы не уходила. Уходила, ушла уже с головой в медиа, ты уже известна. Ну это как дополнительно. Все равно основная моя работа – это работа в ресторане «Семеле», работающем. И для меня это очень важно. Мне хочется не сходить с этой сцены. Я хочу всегда работать в зале ресторана. Можно я расскажу про твою мечту, которую ты мне недавно рассказала? Что, знаешь, Света мне говорит, я хочу быть таким старым «Семеле», прям такой уже бабкой. Я все равно буду в ресторане, я буду сидеть, у меня будет специальный стол, и ко мне люди могут приходить как на прием. Вот я уже буду сидеть, я уже стоять и ходить по залу не буду. Они будут ко мне приходить, я буду с ними общаться, буду им вина рекомендовать. И тогда я подумала, вот это да. А потом нужно купить шар такой. Уже они могут попытаться там будущее предсказывать. Как бы доп. доход. Мне кажется, это круто. Но Света обожает свою работу. Я могу прямо дифирамбой петь часами. Я со Светланой тоже познакомилась в ресторане «Твинсгарден». Мы с супругом пришли как гости. Но тогда нам казалось, что мы очень хорошо разбираемся в вине, потому что мы уже скачали приложение «Вивина». И знали Владу, наверное. Да, ну конечно, да. И мы такие, на, ну шеф «Сомелье». Да, и пришла Светлана, конечно, сразу оценила наше вообще состояние хирургически, отделила наши желания от наших финансовых возможностей. И посоветовала, кстати, прекрасный совершенно бургундский пенануар Давида Дюбана. А через несколько лет я записала интервью с Давидом Дюбаном. Благодаря этому знакомству через Свету с вином, я была настолько восхищена его вином, что теперь это превратилось в теплую, к сожалению, дистанционную дружбу. Света меняет вообще людям жизнь. И вот скромно она звала себя рабочей лошадкой. То есть шар – это как бы… Да. Это в перспективе все-таки вон присутствует. Вот такие «Сомелье», как Светлана, обладающие совершенно феноменальным дегустационным опытом, меняют жизни обычных винолюбителей, показывая им, каким может быть вино. Теперь меняют жизнь виноделам, поддерживая их. Вот малыши приходят, маленькие виноделы, к Светлане в ресторан. Любой российский винодел может принести в Твинсгарден свое вино. В пакете, в мешке, в авоське. В чем получится. И Светлана его откроет, продегустирует и даст профессиональную оценку. Возможно, даст какой-то толчок в развитии. Я могу только подтвердить, я с авоськи тоже приходил к Светлане. Ну, у тебя там понятно, заход немножко другой. А есть другие виноделы, которые вообще боятся подойти даже к дверям Твинсгардена, понимаешь? А тут они получают такое лояльное отношение и такую помощь. И когда Света сказала, что в отличие от нас с «Синьор»… Нет, ну, надо сказать, что я все-таки в ресторане 10 лет, как бы почти 10 лет. А ты же ходил в Твинсгарден к Светлу? Был в Твинсгарден к Светлу, я сам работал тоже с «Синьор» достаточно долго. Ну, и все-таки прозвучало «Вино.ру». Давайте все-таки поймем, что это за проект, в чем его уникальность в том числе, какие у него есть возможности, а также какие есть сейчас в нынешнем положении. Дело ограничений. Соответственно, расскажите мне и нашим телезрителям о том, что такое проект «Вино.ру». Что он дает нам, простым любителям вина? Дорогие телезрители, «Вино.ру» – это цифровая площадка. Она уникальна тем, что это не просто онлайн-витрина, это такая целая экосистема. То есть мы собственные медиапроекты выпускаем, образовательные, просветительские, развлекательные, самые разные, они связаны с кино и с гастрономией. То есть мы тут захватываем все сферы, в которых мы можем найти своего потребителя, который интересуется вином в принципе и, как правило, русским вином сегодня. Мы добавляем в наш каталог, как правило, небольшие хозяйства. То есть мы сфокусированы на тех виноделах, у которых либо ограничены каналы продаж, либо отсутствуют вовсе. То есть они продаются либо у себя в регионе производства, недалеко от своей винодельни, в своем же магазинчике, либо они представлены у Светланы Васильевны в ресторане уровня класса А. И плюсы, и плюсы там бесконечные. То есть обычный потребитель не может встретиться с этим вином. И тут появляемся мы и говорим, ребята, мы площадка, которая вам предоставит к ним доступ. И виноделам мы тоже говорим, ребята, это ваша витрина. Почему Marketplace? Винодел сам управляет ценой на свое вино. Он ее ставит, он там сам определяет объемы, которые он готов нам предложить. Мы договариваемся и размещаем это вино. Но при этом это всегда экспертный выбор. Ни одно вино, которое добавлено на вино.ру, не попало просто как на бесконечную витрину. Это вино прошло строгий отбор нашего экспертного совета, которым руководит Светлана Ломсадзе. Поэтому у нас сейчас нам около 200 лицензированных хозяйств, по-моему, даже больше. Вот недавно я слышала цифру от ВВР. А представлены около 60 виноделин своими винами на нашей витрине. То есть мы и продаем, и продвигаем авторское русское вино. Вопрос, Светлане. Светлана, как происходит эта селекция, как происходит этот выбор? Не без боли. Но, тем не менее, это же самое интересное, как приходится заставлять себя. Да, да. Как Сандро говорил, надо себя заставлять. Как правило, я предлагаю, и Дарья предлагает, и я виноделам, которые хотят попасть на Marketplace Вино.ру, принести образцы вина, прислать, принести, привезти, как угодно, доставить их мне. Очень редко я называю домашний адрес. Обычно я прошу в ресторан Твинсгарден. Дальше я пользуюсь служебным положением и использую как экспертов всех моих коллег. Надо сказать, что Твинсгарден – ресторан, обладающий самым большим количеством сомелье на один взятый ресторан. Это сколько? Это 7 человек? 6 сомелье в одном ресторане. И дальше мы определяем время и место дегустации вина. Иногда это бывает с виноделом, если он придёт. Иногда с представителем. Я люблю, когда есть какой-то представитель виноделения. Иногда сами, если винодел не может по каким-то обстоятельствам. Мы открываем вина и пробуем, и делаем заметки. Стараемся принимать решения коллегиально. То есть нет какого-то блокирующего решения моего. Я прислушиваюсь всегда к мнению коллег. Бывает такое, что, допустим, мне вино категорически не нравится, но коллеги мне говорят, ну, тут есть такие-то положительные качества, давай присмотримся. Можем перепробовать это вино. И уже какую-то селекцию производим. То есть мы можем не всю линейку предоставленных нам вин на дегустацию попросить для Marketplace. Какую-то часть, одно вино, два. Ну, то есть в зависимости от того, вот как нам кажется, в наше видение авторского вина попадает это вино и насколько оно хорошо. Бывают ситуации, когда приходится писать какие-то негативные ответы производителям, рекомендовать, пересмотреть какие-то производственные моменты. И всегда я говорю, что в следующем году, в следующем релизе я буду рада снова попробовать ваши вина, потому что я всегда верю в то, что виноделы исправляются. И если у них что-то в этом году пошло не так, не получилось, я наоборот еще внимательнее слежу за этой винодельней в следующие разы, в следующие года, потому что я верю в то, что люди улучшают качество своего вина. И даже если это полный провал, допустим, в этом году, по мнению моему и моих коллег, то это не факт, что такой же провал будет в следующем. Я всегда надеюсь на то, что они поработают. У нас сейчас есть возможность, скажем так, поиграть в эту коллегию экспертов, продегустировать несколько вин и понять, достойно оно. Мы хотели тебе слепую дегустацию сделать с нашими винами, помочь. Обычно я тут делаю слепые дегустации, но на самом деле это... Не зря господином назвали. А вот я хотела важное уточнение еще сказать, чтобы не было ощущения, что мы именно marketplace, потому что это все-таки по закону запрещено. Мы работаем в формате click and collect. Это что значит, заказал, забрал. То есть мы цифровая витрина. Человек может ознакомиться с этим вином, внимательно все прочитать, сделать свой выбор. А здесь мы ему помогаем на каждой стадии. У нас огромный винный атлас с видеовизитками. Каждая винодельня, каждый винодел рассказывает о себе. То есть ты можешь познакомиться буквально с этим человеком. Это, кстати, уникальная штука. И больше никто никогда такого не делал. Именно такой интерактивный атлас никто не создавал. Это есть только на вино. Плюс у нас есть еще цифровой сомелье, чат-бот, который добавлен как ассистент в чат. Он может посоветовать вино под запрос любой, если есть какие-то сложности. Потому что мы понимаем, что категория авторского русского вина непонятна большинству людей. Но мы обучаем, помогаем, ведем. Дальше человек кладет в корзину и забирает в пункте выдачи. Это какая-то винотека, магазин. Вот я, кстати, прекрасному бутику Айданиль, в котором мы сейчас находимся, предлагаю стать нашим пунктом выдачи. Только попробуем не отказать в кадре. Бутик Джанет. Скоро будет два, и, соответственно, будет два, и уже будет, так скажем... Вот так мы и заключаем договора. Не без насилия. И, в общем, сейчас у нас восемь регионов, больше трехсот точек. Мы работаем как с сетями, так и с маленькими бутиками, которые в единственном экземпляре существуют. Вы, наверное, как никто, следите за различными новостями, предложениями, не знаю, или даже высказываниями по поводу вообще того, каковы вообще перспективы дистанционной торговли российского вина. Вот вы, наверное, за этим следите. Вот что-то есть, какое-то прояснение, или все пока еще на уровне нет? Это 100% будет, потому что это такой будет существенный вклад в экономику, и сейчас очень крупные два бренда объединяются по доставке. По этой цели? Я думаю, что там будет добавлена алкогольная продукция, безусловно, потому что там как раз-таки очень большой процент потребителей готов к тому, чтобы получать вино дистанционно. И вы удивитесь, но если вы посмотрите любой опрос, любую аналитику, у нас 80% россиян считают, что онлайн-продажа разрешена. Они не знают, что она запрещена. Просто это вот в таком очень уродливом виде происходит. Человек видит витрину, сейчас мы не будем бренда называть крупной виноторговой, он кладет в корзину, и дальше либо с ним связываются, доставляют ему вино, нарушают закон, либо вот таким легальным путем, как делаем мы. Мы не нарушаем никогда закон, потому что... Вы отправляете в определенную точку, а куда-то... Да, только через ПВЗ, только через... В целом перспектива есть, что будет... Мы пилотируем такую площадку, потому что я считаю, что по-другому никак дальше. То есть у нас все в E-коме. И даже у крупных торговых сетей, у них в том числе продажи через Click&Collect, E-комовские, они сейчас там уже подбираются к 5-6%. Это очень большая цифра для E-кома. И, конечно, крупные игроки рынка это бы не развивали. Сейчас у всех есть свой винный маркетплейс, своя винная полка, даже во вкус вилле. Они бы не развивались бы в этом направлении, если бы не было перспектив у рынка это реализовать. Вопрос только, кто лучше к этому подготовится и кто какую нишу займет и застолбится с собой. Ну, это здорово. Поэтому, дорогие наши телезрители, возможно, в скором будущем мы все в это верим, что все-таки договориться, насколько я знаю, что основные в государстве Минфин и Минздрав... Минздрав... Вот Минфин за, Минздрав против. Но когда-нибудь они все-таки договорятся... Ну, а в нашей категории... Российское вино и как бы... В чем проблема? Да, можно же... Сейчас в наше время столько идентификации, возможностей для идентификации возраста, не знаю, покупателя, что когда-нибудь все-таки договорятся и мы сможем дома... Ну, вот вы мне скажите, вы себе представляете 16-летнего человека, который заказывает бутылку Лёка-2 за 5,5 тысяч рублей? Ну, как можно считать, что это каким-то образом может алкоголизировать несовершеннолетних людей? Я на самом деле понимаю, что, с одной стороны, о чем ты говоришь и понимаю, почему есть вот эти споры в структурах госуправления. Дело в том, что мы на это смотрим... Вот у нас примеры, это Лёка-2. А у тех, кто смотрит на страну чуть шире, которые понимают, что есть регионы, где... Ну, вот ты, если это сделаешь, то никто не будет... Это не все такие хорошие, как вино.ру, которые будут продавать Лёка-2 за 5,5 тысяч, или Айдониль за 5 тысяч. Нет, там как раз-таки могут пользоваться вот этим, скажем так, вот этим разрешением, и со всем там продукция будет как раз-таки то, чего опасаются. Их тоже можно понять. Вопрос сложный, потому что это мне приходилось, когда был... Мы обсуждали профстандарты, вот эти все... Ну, о профессии сомелье, профессиональный стандарт был зарегистрирован, да, и мы его актуализировали. Ну, то есть... И вот ты говоришь, люди понятные для всех вещи, а тебе говорят, а вот там на Северном Кавказе, например, да, вот там вот такая... Такие-то есть примеры, например, там, что в ресторане, там, ну, не про сомелье, конечно, я просто был в рамках Федерации ресторантов и отельеров, где вообще они пытались стандартизировать каждую профессию. Они рассказывают какие-то жуткие примеры, поэтому здесь будем надеяться, что, в общем, здравый смысл и, конечно же, безопасность победят, и мы все-таки получим качественный продукт, каждый из наших потребителей получит качественный продукт у себя дома. Это самое главное. Рынок никогда не бывает пустым. Если мы не сделаем русское вино доступным, его займет Китай. Но мы при этом призываем сделать русское вино. Будем пить китайские вины дефолы за 200 рублей. Более доступно мы как раз для того, чтобы, как я уже сказал, поиграем сейчас в коллегию экспертов для выбора вина. Хотя все эти вины, скорее всего, или часть из них. Играть только я. Вы не будете играть. Ну, мы будем делать вид, что тоже, ну, делать вид. Поэтому переходим к дегустации. Перед дегустацией дарю вопрос, что-то дело очень щепительное. Я бы сказал, что приходят очень молодые ребята, почти дети, заработать с эмилией. И тебя это удивило. Но, на самом деле, ничего удивительного. Потому что у нас старший сын, он тоже поработал с эмилией. два года сейчас работаем в торговой компании в крупной, и, в общем, занимается вином. И он начал там, практически, как только ему можно было там пить, когда можно покупать с эмилией. Он с 18, да, наверное. И у меня это еще страшнее история. Я начал с 16, когда я уже работал с эмилией, мне было 16 лет. Ну, тогда... Но твоя история все равно не показательна. У тебя вся семья, там, и брат, и известный с эмилией. И ты, я думаю... Направил меня, да, в свое время. Конечно. Это же не у каждого есть такая история. Ну, много. Ну, а ничего плохого нет. Ведь, точнее, это с чем еще, может быть, как мне кажется, связано? Во-первых, часто, допустим, ребята, молодые, в принципе, допустим, еще в каком-то поиске себя, либо нужны какие-то средства для, например, приезжать в другой город, да, им нужно на что-то жить, и они идут работать в принципе в ресторан. И я могу тебе сказать, что как там, в 16, 18, не знаю, мне кажется, 20, и вообще, особенно когда я начинал работу, какой с эмилией, вообще все, все, что лучше, чем на железнодорожном переезде, пока закрыто, протирать фары, это уже как бы, ты уже другого уровня вообще человек. А тут ты с эмилией, посмотришь, с какой я гордо поднятой головой тогда ходил, по крайней мере, первое время. Вот, поэтому это нормально, и люди либо приходят в ресторан на какую-то, например, какое-то направление, допустим, там, там, бармен, потом они понимают, что, ого, есть же еще мир вина, и, например, отучились в школе с эмилией и начинают, да, а есть просто молодые выглядят, такие тоже есть. Ну, как Светлана, например. Например. Я так сидишь и думаешь. Вот 17, да, или 20? Я на всех дегустациях, как родитель, инвестирующий в образование своего ребенка, всех родителей убеждаю, зачем вам платить за 6 лет высшего образования кучу денег, если можно заплатить 18 лет, за 4 месяца обучения не так много денег. Ребенку 18 лет плюс 4 месяца, и у вас готовый специалист идет, работает. Это же выгодно. Но меня, на самом деле, именно это мотивировало. Ну, то, что действительно я понимал, что есть там 4-6 месяцев, где-то чуть меньше, где-то чуть больше, и, в общем-то, действительно, профессия на руках, и как минимум ты уже можешь кусок хлеба, что называется. Без хлеба и вина не останешься. Без хлеба и вина, как минимум, да. Другой вопрос, что это же с одной стороны, да, но я много, в этом году будет 20 лет, как я занимаюсь вином. Тоже скоро. Первый сетя я пошел в школу Семьи в первую, ну, соответственно, будем считать, что 1 сентября я вот 20 лет, я занимаюсь вином, и я не могу сказать, что все эти 20 лет я понимал, что, о, да, вот это то, это мое, и это вот то, что как бы все эти 20 лет я... Потому что всегда есть какие-то там, ну, например, ты понимаешь, что рынок как таковой, он там не очень большой. Сказать, что в вине какие-то гигантские доходы, ну, тоже как бы единичные случаи есть. И мы все-таки... Потому что мы очень пограничны, мы невысокотехнологичны, но в то же время не совсем ремесловые. И вот поэтому плюс есть много ограничений все-таки. Это алкоголь, да, рекламы, доставки, ничего нету. И как бы ты понимаешь, что вот как вот развиться в этом направлении вот так по-настоящему, да, то есть как можно развиться в IT, например, это даже не в IT, а в каких-то более просто крупных индустриях, не знаю, там, автомобильная какая-нибудь, там, вот еще какая-то, такие большие рынки. А у нас все-таки он очень небольшой, поэтому это очень специфическое. Здесь без, как бы, без пятого П, да, вот в маркетинге, сколько там, какие у нас, продукт, прайс, плейс, промоушен, да, и пятый главный П, без пэшн, да, без какой-то страсти и любви к этому, ну, очень сложно себя реализовать в настоящем, поэтому... Что вас объединяет с журналистами? У нас, во-первых, потолок очень близко обычно в профессии, если ты радиоведущий, ты вот стал ведущим шоу, и все, и дальше тебе надо искать что-то другое, чем ты будешь заниматься со страстью, удовольствием, долгом. Вообще-то, меня недавно приглашали на радио, я, значит, с Тилавиным там общался на тему, была с топом 50 лет с дня рождения Егорова, это гонодел Массандровский, знаменитый Гоши Иваты. И что, Стилавин там про вино или про самогонку все-таки себя заставлял говорить? Не-не-не-не-не, он такой тоже человек. Он с психологом просто работает? Не то, чтобы там хорошо разбирается, но уже какие-то его вопросы были, как мне показалось, что он так уже... Радио ведущие филигранно мимикрируют под любую тему, у тебя может сложиться ощущение, что мы во всем разбираемся. Это, знаешь, как говорится, высокоинтеллектуальный поверхностный человек. Ну, хорошо ты говоришь. Может быть, в каких-то вопросах я сделал вид тоже такого же сдачи человека, но при этом эффект получился достаточно милым. Ну что, будем пробовать? Давай. Давайте попробовать? Слепая дегустация, я облажаюсь. Я ничего не... Нет, зачем слепая дегустация, потому что, на самом деле, как можно в записи, тем более, мы же не в прямом эфире, мы в записи, еще смонтированы, а потом доказывая, сидя нашим телезрителям, что это, оказывается, была слепая дегустация, а мы тут все фонтанируем точными ответами на какой-то сорт, год и так далее. Это такая тонкая вещь типа дегустация. И на самом деле... А ты делал раньше у тебя Гриша Чагадаевчу? Да, ну не знал. У меня Гриша хорошо, Влад Маркин тогда хорошо. Ну нет, они все, в принципе, неплохо разбираются. Но все равно, это же лотерея. Даже на конкурсе ты дегустируешь. Представляешь, одно дело, хотя бы тема какая-то есть, понимаешь, ага, это может это, это. Когда любой весь мир, там все критики, которых мы там с вами знаем, никто никогда не дегустировал слепую. То есть Ройт Паркер никогда не дегустировал слепую, только... Хотя он, наверное, один из там немногих людей во всем мире, кто мог в свое время, когда он еще был, скажем так, чуть более дееспособен, чем сейчас он уже на пенсии, он был одним из тех, кто вот... Он, наверное, мог там Бордо отличать вплоть до хозяйства. Не просто там, это Медок там, или это там, я не знаю, что там у нас еще Марго или СНСТ. А он, ну как бы, вплоть до хозяйства, потому что это как бы огромный гигант. А мне недавно рассказывал Жан-Мари Фурье, как его отец выгнал пинком Паркерса из Домен-Фурье из своего хозяйства. Ну, у него просто папа, там, считается, что он вообще... Это такая плохая... Плохой период жизни Домен-Фурье, потому что отец его больше он тракторами занимался, он такой... Он в другой сфере совершенно любил находиться, и вот качества вина такого скрупулезного отношения не наблюдалось. И вот Паркер к нему реально это история, вот он пришел к нему в Домен, там, познакомиться, пообщаться, и он его выкинул за дверь. Ну, это... Смышно просто было. Наверное, это как бы... Забавно было слышно. Ну, в каком-то смысле нормально. Хотя вот все равно всегда... Это тоже вопрос между... Это где-то как вопрос авторства или индустриальность, потому что мы знаем, там, ну, разные случаи, как Сальдера, когда его вино, там, на выставке, кто-то попробовал, там, значит, выплюнул, он просто собрал бутылки, там, кто-то ушел, так, как бы, обиделся. Ну, такие, безусловно, люди есть, и это делает... Я представляю, как бы, в игру. И это делает наш, как бы, винный мир таким, какой он есть, и в этом, ну, действительно много ценностей, в том, что многое здесь именно жизни людей, жизни людей, потому что, там, вина делов, 40 уранаевиков, возможностей, примерно 40 возможностей сделать хорошее вина, либо ошибиться, поэтому всегда тут будут встречаться люди, как и, в общем, в любом другом искусстве, а вино – это, в любом случае, часть искусства, кому кажется. Ну, чтобы попробовать. Так, у нас здесь бокальчики. И стаканы. У меня папа из стаканов пьет вино, вот хоть ты тресни. И все пьет из стаканов. Я отношусь к этому всегда, опять же, где-то посерединочке, потому что, с одной стороны, вино – это продукт, который должен прийти с удовольствия, и, в общем, если... Ну, что сказать, и мне приходилось, когда там пошли к гостям, или особенно, которые живут в своем доме, например, и они вообще не от вина, и там просто на шашлыки пошли, и мы жили одно время, ну, достаточно долгое, но жили в Москве в области, и получилось так, что вот мы жили, и буквально пройти там метр двести, и там наши друзья, они жили в собственном доме. И мы к ним приходили просто шашлыки пожарить летом. Ну, я, конечно, можно было таскать с собой бокалы эти, но как-то я... Ну, тебя побили бы, если бы ты там со своим бокалом еще с оттопыренным пальчиком. Ну, да, там есть такое, есть даже такая шутка, что после школы там в Сомелье люди... Теряют друзей, да? И получают по лицу часто. Я помню, значит, закончишь школу в Сомелье, да, ты начинаешь уже там ходить на вечеринке с своими бокалами, с своими вином и так далее, но все-таки не надо, на самом деле, отрываться от реальности, я считаю, что все равно вина даже очень хорошая, это не сновский продукт, это, хотя в моей коллеге есть кто со мной поспорит, это продукт скорее такой гидронистический и... Ну, конечно, жалко, когда, например, это хорошее вино, которое делается мало, когда там человек всю жизнь пытался найти ту самую и сделать, да, в, скажем так, в гармонии с природой какое-то вино, потом кто-то наливает в обычный стакан, выпивает и даже не замечает. Это чуть-чуть обидно, но с другой стороны, если человек это делает, он, наверное, не имеет права, потому что это его уже бутылка, значит, скорее всего, он ее там где-то купил и что-то с ней делает. Ты сказал, что ты пока в стадии изучения авторского российского вина. Мы, значит, тебе в этом поможем. Мы сегодня принесли одно из наших любимых хозяйств. Вот Светлана расскажет про него. Винодельня Романов, прям моя любовь. Мы тебе принесли белое савиньонблан 22-го года. Я признаюсь, не знаком с этим хозяйством. Но прежде, чем мы тебе его принесли, мы его протестировали сами. Во-первых, во-вторых, он у нас с нами много где побывал, на салонах, мероприятиях, дегустациях. И, конечно, это было одно из вин, которое больше всего понравилось на нашем стенде, а у нас там хорошая была выборка. Савиньонблан от винодельни Романов. Да, Савиньонблан от винодельни Романов. Очень-очень маленькая винодельня. Светлана, расскажи про это. Ну, наверное, одна из самых маленьких виноделин, это Краснодарский край, рядом с Анапой. У ребят это два мужчины и оба Ромы, поэтому винодельня Романов в связи двух Романов. Вот. У них действительно, что удивительно, допустим, для Крыма, у них полтора гектара, но при этом всё своё. Своя винодельня делают всё сами. Полтора гектара, понимаешь, какой это объём, тысяча, полторы тысячи бутылок каждого наименования. Ну, прям чуть-чуть. До, до, где-то пяти, наверное, да. Кстати говоря, вот Sauvignon Blanc, по-моему, вот этот в топ-100 вошёл в прошлом году. Это прямо для них был прорыв. Ну, совсем малыши попали в такой... Очень-очень маленькая такая микро, действительно, винодельня. У них ещё есть розовое вино отличное. И вот Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc я уже пробовала 23, 22-й был первый релиз. Уже 23-й вышел, скоро он появится на Авинору 23-й ещё более тонкий филигранный. Сразу очень хорошо подошли к технологии внимательно, не по-домашнему, а нормально. Ну, конечно, я её вслепую, скорее всего, ну, потому что Свиньон, Рислинг, это те сорта, или там, Шадане, с которыми обычно проблем там не бывает. Не знаю, Вионье, или там, какой-нибудь Марсан привезти, вот сидишь там, слово ломаешь, Шанем, да. Вионье ещё ты. Зачем над тобой издеваться, если мы тебя любим? К чему я об этом скорее сказал? Потому что его, то есть, определение Свиньона в бокале, например, это говорит о том, что, в принципе, Свиньон сделан как бы таким образом, ну, то есть, сделан таким, как он должен быть. Узнаваемым, сортовой, со своими, конечно, определёнными особенностями. Так и должно быть, когда Свиньон делается таким, что его невозможно узнать, но, скорее всего, это вот пограничная ситуация между, как бы... Он у меня чуть-чуть солоноватый в послевкусии. Это нормально? Конечно, это нормально. Это то, что как раз и называется минеральнушки. Они неприбрежные там? Нет, у них неприбрежная зона, они так чуть-чуть за горочкой вот находятся. Но Свиньон блан, вот этот, это, конечно, прямое попадание в сердце потребителю. К сожалению, их очень мало бутылок, поэтому не каждый может его попробовать. Но я бы хотела обратить внимание, что с первого же года это большая редкость, на самом деле, когда винодельня сразу уходит вот в такую стройную, строгую стилистику без дефектов. Приходится пробовать на самом деле очень много вин от молодых хозяйств просто дефективных, откровенно. И это проблема, потому что сначала людям кажется, что мы сделаем как мы любим, и потребитель тоже полюбит. И очень немного производителей, которые сразу идут по пути все-таки. Ни никаких вопросов все очень чисто, очень... Сортовод, 12 градусов всего крепости. Нам говорили на Вайн-Трофе, что как будто выпирает чуть-чуть алкоголь, вот несколько было таких мнений. Ну, 12 градусов, по-моему, 12 градусов. Как бы 12 градусов и 12 градусов. Оно может быть чуть тепловато, алкоголь выпирает, чуть более прохладно, алкоголь не выпирает, поэтому... Ну да, оно уже тут постояло без холодильника достаточно. Но я вот не сказал бы, что я чувствую здесь какой-то выпирающий алкоголь, совершенно точно. Ой, знаешь, что мне напоминает сейчас, например? Минеральный стройк, ну, савиньон блан. Вот я очень люблю такие холодные савбланы, луарские, да, мне вот очень нравится Кирин, я обожаю, из линейки начала вот этот савблан перепробовала недавно, прям он стал еще красивее. И вот солоноватый мне напомнила феррум Саша Железный, тоже савблан, мне кажется, в похожей стиле. Ну, феррум более соленый, все равно, здесь больше фрукта, но, правда, судя по всему, больше стремится к кулаарской стилистике. Вот это? Или феррум? Ну, и вот это тоже, не савиньон. Ну, при этом, да, но почему он, например, для меня не совсем луарский, потому что если луарский, чаще всего они прям супер, вот этот вот протертый лисченый смородин, вот это все, за что мы любим савиньон блан, он там прям как будто, ну, это такой сорт, который сразу просто бьет в... Здесь он очень хорошо, скажем так, он как часть вина, то есть он не является ключевым таким, когда ты внимания все фокусируешь только на вот этот аромат, а именно он здесь есть, этот оттенок есть, вспомнил одну историю, которая меня когда-то поразила, был конкурс, и после конкурса был там ужин с амелье, и мы проводили дегустацию для ребят, тогда, ну, она слепая дегустация была, и вот тогда мы дегустили, и тогда один из образцов, там, первый, второй, неважно, был как раз, это был савиньон, это был сэндри, то есть посреди савиньон из шабли, от брака, тогда особенно не было правильных ответов, и вот Дима Форолов мне очень понравилось, как он тогда, скажем так, он очень классно его описал, он подумал, что это такой пти-шабли, при этом это вроде как савиньон, то есть это меня там поразило, что человек на самом деле чувствует вино как бы от теруара, это не так часто, сорт понятно, а вот теруар, когда ты чувствуешь, что-то круто, и вот он тогда был прям супер близок, но он такой между склонялся между савиньоном или все-таки пти-шабли, он сказал, что это пти-шабли, здесь конкретно в этом случае, я бы скорее вот сказал, что это в стилистике сэндри, очень аккуратный вот этот протерли с черной смородиной, при этом да, строго, сухо, по-французски, очень свежо и хорошая кислотность, поэтому вот я такой бургундский савиньон я был. Ничего себе, вот это да, это да. А вы знаете, там сейчас вот я представляю Року, он смотрит это видео сейчас, мне кажется, с забиранием. Да, это очень круто. То есть да, это не Новая Зеландия, она чуть другая, но это как у нас, мы делаем, у вас тоже есть на вино.ру, мы делаем Бомонт, это Олиготе, с выдержкой больше полтора года, но это вино, которое с одной стороны, это Южный берег Крыма, там много солнца, у нас там отсутствие перепадов, именно поэтому шатаны не делаем, а делаем Олиготе, потому что там есть кислотность более высокая, которая позволяет ее сохранять потом в течение времени. Стилистику там этого вина нашего, с одной стороны, климат, это больше такая как бы калифорнийская какая-то история, жаркая, но все равно вот в нашем Бомонде, в Олиготе, мне бы что, больше все-таки, несмотря на то, что да, более яркое, более, то есть это не Бургундия, но стилистика все-таки более бургундская. Вот так и здесь, как бы на мой взгляд, это абсолютно бургундская стилистика, хотя с савиньон в Бургундии не характерит. Но вот это тоже скорее хорошее. А савиньи чокаются? Да, конечно. За хорошее русское вино. Меняем бургундский савиньон, не существующий на русский. У них розовое, и причем... Что у них растет на этих килограммах? Вот и все, вот и савиньон. Больше всего, вот мы оценили савиньоны розе. Розешка такая очень полусухая, но она очень хорошо стройно, стильно сделана, несмотря на полусухое такое вот попадание в определенную категорию. Ну а еще гастрономичное, то есть если правильно подобрать, классно. Вот у нас его розе была история, да, человек купил, подержал, видимо, у батареи, это еще было зимой. Оно стало игристым, ну потому что полусухое. И да, ну и Рома, кстати, он лично связывался с покупателем. Это вот то самое, да, общение потребителей, через Marketplace с виноделом, когда он может через нас напрямую связаться с самым маленьким виноделом и пообщаться с ним. Очень ценно. Согласен абсолютно. Интересно было попробовать, да, их Pinot Noir, чуть сложнее, безусловно, скорее всего, но по идее, если они делают такой савиньон, то природа им позволяет сделать и хороший Pinot Noir, ну так чисто теоретически. Вот я думаю, со временем познакомимся, и конечно, ну интересно, потому что когда ты делаешь в таком стиле савиньон, то логично, что Pinot Noir тоже должен быть. А следующее вино вообще тебя удивит. А, будем? Нет, мы два принесли, если хочешь, давай. Ну еще розы. Прошу, тогда что мы розы. Да, мы сегодня не бесслепой, это тоже наши любимчики, потому что мы я подготовил. Мы обожаем Гюльбалу Зеидова, Гюльбала Магомедович. Мы, когда его видим на мероприятиях, мы кричим «Великий!» Бежим за ним, вот Наташа убегает, потому что мы сумасшедшие фанатки. Гюльбала Магомедович больше 50 лет в профессии, признанный виноделом в мире, у него там какие-то медали лучшего винодела. Мало кто об этом знает в России, что у нас такие великие виноделы. Есть работающие со стахтонами, исконно русскими сортами. Это, как ты думаешь, то? Красностоп опринять, наверное, было бы невозможно, но я могу сказать, что я совершенно точно знаю виноделин дивидендиков не меньше по времени, чем вы. Потому что в 2012 году я как раз занимался еще проектом в рамках одной торговой компании. Я занимался, мы сделали такой проект, первый на самом деле на рынке, сделали проект «Русский винодел». И туда, он был совместно с Артуром тогда придуман. То есть так же дегустация, такая же коллегка. Ну, винуру, только 10-летней, 12-летней давности и без интернета. Без интернета хотел сказать. Ну, это была как оптовая компания, куда вот в коллекцию такие звезды «Русский виноделин» на тот момент вошли. И, конечно, учитывая, это не как сейчас, там есть 200. Тогда, мне кажется, по-моему, даже у Артура в 2013 году был первый его гид выпущенный. Там 80 виноделин было, это и топом было. Или 80 вин вошло в село, но что-то совсем немного. Вот. И, конечно, ведерников у нас уже тогда был. Знаменитый красностоп Золотовский ведерников, который потом стоил какие-то баснословных денег, я знаю, что какие-то года, там 15 тысяч рублей за красностоп резерв. Ну, для меня вот это первый красностоп, который я попробовала розовым. Возможно, он первый и есть, надеюсь, не последний, потому что есть такое общее восприятие, красностоп, как какое-то такое вот терпкое зубодробильное вино, которое нужно ложку в него ставить и невозможно пить много, там больше бокала, потому что это очень насыщенное, полнотелое, терпкое вино. Нашим телезрителям зададим вопрос, наверняка, может, вы знаете, какой есть еще красностоп в розовом стиле и будет здорово, если в комментариях вы напишите об этом вине, вы его, может, знаете, может быть, даже любите, поэтому какой розовый красностоп, кроме винодельни ведерников вы пробовали, но непосредственно красностоп от винодельни ведерников мы сейчас и поговорим у нас есть такая штука, называется коробка медалей, на вино.ру можно заказать целый сет, там будет шесть бутылок, целая коробка, дримбокс, ну, да, почти коробка медалей мы назвали, потому что это самые титулованные вина от винодельни ведерников, туда и белая этикетка красностопа вошла 18-го года, которая у нас осталась чуть ли не на эксклюзиве, вот, и розе, вот этот тоже из красностопа, Светлана очень подробно рассказала про него, так что вместе с коробкой медалей получите еще интерактивную такую дегустацию, там переходишь по QR-коду, там появляется Светлана и все рассказывает, вот, это вино появилось только в этом году, его сделали не так мало, то есть достаточно большой объем, но просто мне кажется любителям красностопа, любителям русского вина очень интересно попробовать вот такую версию, необычную, оригинальную красностопа, и он недорогой, его действительно можно себе позволить, 890 рублей. Да, то есть он не претендует на какое-то ценовое величие, но очень, на мой взгляд, любопытный, особенно, когда будете пробовать его в охлажденном варианте, там будет очень все фруктово, ягодно, цветочно, ну, то есть это такое вот... Ну, смотрите, конечно, в сепоте густаться мне было бы жутко сложно, ну, то есть это... А что бы ты сказал, что это? Потому что, во-первых, розовое, в принципе, потому что, условно, розовое может быть практически чем угодно. Да, мы знаем, что из любого красного сорта можно сделать розовое венахи. Когда оно в виде розе слепое дегустирует, тяжело, особенно для того, чтобы попытаться определить его там сорт, теруар и так далее. Для себя, вот мы говорили немножко о теруарах, и я могу сказать, что вот ростовский теруар, он для меня сильно отличается, чем красовский и крымский. Но он другой. Он другой, и он... этим он и хорош, что он прям отличается. Вот как бы со мной могут поспорить там в комментариях, кто-то, особенно из Ростовской области, или особенно из виноделов. Они спорят не будут, они сразу с шашкой и приедут. Ну, как бы, да, не стоит, на самом деле, ничего плохого я точно не хочу сказать, но мне почему-то кажется, по моим ощущениям, по моему опыту, опять же, не очень большому дегустации вин, донских вин, что, кажется, там теруар немножко более такой плодородный, чем в других, еще более южных местах. И за счет этого вина получаются чуть другие, да, то есть они, с одной стороны, более такие, более яркие во многом, но вот ароматика сама, она несколько отличается в чуть другой, такой, в другой стилистике, относительно, как бы, более южных, более жарких территорий. Поэтому здесь, мне кажется, я немножко это чувствую, либо это я чувствую в красноступе, потому что он такой, все-таки, донской сорт, да, так или иначе. Но в целом, там действительно, 190 рублей, совершенно роскошное вино. Но вот ароматика поменялась, мне кажется, что у жилька стояла вообще совсем другой. У нас хорошая кислотность, и структура, много ягод, много спелых красотек. Корчинка такая, мне кажется, прописанная, есть чуть-чуть. Легкая, которая будет хорошо способствовать сочетанию экономическому, да, мы звонили Генбале Магомедовичу, когда дело снимали, вот нашу коробку медали, сказали ему большое спасибо за этот розовый красностоп. В очередной раз нас порадовали. Это вот вино авторское, но это не то авторское, которое сложно достать. То есть его сделали так, чтобы люди все-таки везде могли его попробовать. То есть это около 20 тысяч бутылок, не так его мало, поэтому надеюсь, что вот его попробует каждый. Мы так рекламируем Гельбалу Зеидова, значит, на вино.ру у нас есть страница винодельня ведерников, и там можно посмотреть совершенно фантастическое видео, которое мы сняли с главным виноделом. У нас ссылочка в описании. Винодельня ведерникова. Чтобы посмотреть. Он очень милый, мы его пудрили там на съемочной площадке в какой-то момент Гельбалу Магомедович только стоит и говорит, девочки, ну я не могу, ну я все-таки из Дагестана, ну что же вы делаете? Он запрещал нам его пудрить в кадре. Давай, мой секретик. Не, не где секретов. Мы попробуем вино, которое мы производим, которое я считаю, что мое мнение исключительно, может быть, Андрей Макогонов наш главный винодел с вами не согласится. Уже сейчас понимаем, что люди делятся на две категории. Вот 50% человечеству нравится просто Айдониль, а 50% нравится больше Трангланта. Вот я вхожу в те 50%, кому нравится Трамонта. Это вино, которое мы производим из трех сортов винограда. Не то, что я вас там удивлю чем-то или какой-то подготовкой, это специальный секрет для вас. Нет, мы попробуем вино, которое мне абсолютно искренне нравится больше всего из того, что мы на данный момент производим. Ну из того, что по крайней мере мы можем рассказывать, потому что секретики у нас все-таки есть, но они еще в производстве, а хорошее вино, мы знаем, что оно требует времени как минимум даже для того, чтобы произвести любые изменения виноделия могут быть раз в год. При этом у нас вот в этой категории у нас два вина, это Айданили и Трамонта, это выдержанные вина, которые немножко отличаются по стилистике и люди в общем делятся на две категории. Кому-то нравится больше Айданили, примерно 50 на 50, кому-то нравится больше Трамонта. Причем я не могу сказать, что тем, кому больше нравится Айданили, они ничего не понимают. Это не так. Это просто такой стиль им ближе. Мне же ближе, я считаю, что на южном берегу Крыма, где мы расположены, должен быть максимально, стараться делать максимально международный, как бы такой стиль, международный вкус вина и для этого не нужно ничего выдумывать, а использовать международный стартап, потому что в мире так и происходит. И все южные территории, мы любую назовем, Чили, Аргентина, Калифорния, любую южную часть Европы, мы понимаем, что там действительно хорошо получаются международные старта, бордо-бленд. Скажем так, это проверено годами. Наверное, поэтому мне данное веное нравится, скажем так, оно мне ближе, не то, что нравится, но оно мне ближе, хотя при этом оно чуть более мощное, насыщенное алкоголь, здесь 14-14,5%, потому что Айданиль там 13%, он немножко мягче. Здесь Каберне-Сувиньон 60%, 30% Мерло и 10% Саперави. Андрей добавляет 10% Саперави, я всегда ему говорю, что им надо Саперави отсюда, как бы. Это кавказская тайна. Кавказская тайна, да, но вот мы... Русские блендцы. Я говорю, Андрей, вот давай так, вот Айданиль там, не знаю, все что угодно, ну давай Страмон плюс 10% уберем и добавим, например, у нас есть прекрасный, мы это сделаем, но чуть позже у нас Пти Вердо, просто очень молодые виноградники. Все нужно, вот 10% заменить на Пти Вердо, хотя бы, я бы хотел на Каберне Фран, но это еще другое. Светлана в лице поменяла. Торжественно, да, и это будет роскошный Бордо Бленд с южного берега Крыма, который будет соответствовать нашей такой, как бы, стратегии и концепции, что мы вот приняли такую стратегическую нашу цель создавать вина категории Супер Крым. Супер Крым, прикольный. Супер Крым, да, причем, на самом деле, мы не сможем забрендировать Супер Крым, это такое наименование, или там, мы не сможем его зарегистрировать, но мы, да, мы вдохновляли Супер Тосканой, безусловно, но, как бы, Супер Тосканцы тоже сами что-нибудь придумали, в данном случае, они привезли все откуда? Из Бордо, как и вообще все виноделие в мире, так или иначе, пошло из Франции и там, из разных регионов, поэтому мы вдохновляли с Супер Тосканцами, почему? Потому что Крым, он действительно похож на Тоскану с точки зрения, многие даже сравнивают, да, с точки зрения природы, он также находится на одной параллели, примерно, это как бы, южная часть, и поэтому абсолютно мы как бы понимаем, что особенно такие прибрежные районы Тосканы, как Морема, Болгария, это то, вот вина этих, как бы, этих территорий нас вдохновляют к производству этих вин и еще того, что мы уже сейчас кое-что сделали, но об этом будет новый вывод. Ну, просто недавно вот как раз-то я делала на виноделах выпуск, выйдет на этой неделе, мы говорили про то, как сделать русское вино брендом, вокруг чего могут строиться бренды, то есть это можно идти от сорта, вспоминать удачный пример рислинга, да, популярного во всем мире, но там еще, помимо потребностей человека, другие факторы должны вмешаться, логистика была, там, несложная, плюс такой сорт, готовый к развитию, который может и полежать, и стать еще лучше, и здесь все эти факторы хорошо сошлись. Можно идти, кстати, от стилистики, вот Супер Тоскан, мы вспоминали в этом ключе, может быть, Супер Крым поможет нам. А я могу пояснить, почему так. Дело в том, что у нас всего чуть-чуть больше 20 гектар. Когда у тебя всего 20 гектар, у тебя особенно не остается выбора, кроме как делать, вина мало и достаточно дорого, потому что, условно, все максимум, что мы можем сделать, и то в 2028 году, когда лозы уже все придут в себя, это 100 тысяч бутылок вина. А чтобы 100 тысяч бутылок вина, ты не можешь, например, производить 100 тысяч недорогого вина, хотя бы хотелось, чтобы больше людей попробовали, но любая сеть, я не знаю, можно назвать любую сеть, которая и им будет не хватать. То есть, поэтому, конечно, когда у тебя 50 гектар, это уже другая история. 20 гектар 100 тысяч, 50 гектар это 250. Вот 250 это уже как бы такая винодельня-винодельня. Соответственно, вина вся будет мало, поэтому мы где-то вынуждены идти в более высокий, такой премиальный уровень. И даже наша стратегия заключается в том, что мы хотим в течение некоторого времени создавать все-таки одни из самых качественных, дорогих и востребованных российских вин. И вот мне кажется, что именно Трамонто, именно вот этот стиль, это уже вот для меня лично является лишь доказательством того, что мы можем сделать и можем реализовать ту стратегию, которую я сказал. Два года у нас в данном случае выдержки в бочках, в бочках Раду, Кадюс. То есть, мы используем пока что не российский дуб в основном. В данном случае у нас, кстати говоря, еще виноградники, которые здесь используются. У нас все-таки Каберна-Свинион это посадка 2005 года, это питомник Раушеда. То есть, мы из виноделин российских достаточно уже такие старички, просто у нас не так много может быть знаний какое-то время, но мы, у нас есть лозы, которым уже 20 лет. Потом Мерло здесь, соответственно, 2008 год посадки, Саперави 2003, то есть, это уже, это уже история. Почему вот ты так против Саперави, его здесь в целом-то не чувствуется? Он не выпирает здесь, вот, кстати, да, гладенькое такое и все очень. Дело в том, что, ну, здесь у нас 18-й год, еще один важный момент, который я могу и нужно отметить, что, это я заметил уже в процессе, как там, и вот я этим занимаюсь очень плотно. Вот эти вины, я не говорю, что только наши, но вообще вины ЮБК, сделанные с выдержкой в бочке, достаточно длительные, они действительно очень, ну, достаточно долго живут, у них прям потенциал фантастический. Вот это вино 18-го года, я считаю, что оно еще и... А какой это у него потенциал, как вы думаете? Ну, вот, поясню, значит, в прошлом году мы, я когда пришел, были бутылки там, 500 бутылок оставалось 16-го года, и, как бы, мне говорили там коллеги, что вообще, типа, его надо уже списывать там, как-нибудь продать побыстрее, потому что что-то там... Умерло. Ну, как бы, да, что-то там уже, вот, даже там, нашим определенным корпоративным клиентам, уже лучше даже не продавать, его даже не предлагать, как, главное, типа, лучше, я же все, я такой думаю, окей. Ну, потом я сделал дегустацию всех, значит, вин, и я понял, что-то не то, и потому что я пробовал вино, классно. Оказалось, что действительно, из-за того, что тогда укупоривали пробкой, португальской, полноценной, классической пробкой, то ли партия была какая-то, но смысл в том, что из 12 бутылок, это не только что с запахом пробки, вино пропускало очень много кислорода, и оно прям было супер окислено, то есть оно уже было такое, то есть оно было мутное, вот то есть просто, и в итоге, оказывается, что вот из 12 бутылок, две, одна, две могут быть вот такой, у меня даже здесь, даже было, вот когда приходит человек, я говорю, я тебе что-то открою, он говорит, давай, я открываю, я сам пробую, я понимаю, что нет, это не то, открою другую бутылку, она фантастическая, мы даже, я рискнул, отправил ее на рейтинг, этот Forbes, который есть в топ-100 вин от Forbes, и просто отправили, забыли, выходит рейтинг, Трамонт, 16-й год, среди 181 красного вина, занимает третье место, среди красных, занимает третье место, там, с результатом 93, там, или что-то такое, 92,7, и я, конечно, обалдел, потому что, я не то, что обалдел, я знал, что надо попробовать, я рискнул, и вот это было такая, большая, ну, как бы, это было классно, поэтому, но при этом, мы после этого встречались, в декабре, как раз приезжал Олег Мичредюк из Мрии, главный винодел, и я ему говорю, Олег, я сейчас такое, что покажу, и я открыл, значит, эту бутылку, мы начинаем пробовать, он пишет, типа, он даже написал, нашему главному виноделу, Макогонову, пишет, что это там, очень хорошо, чуть другими словами, вот, но он был сам в полном восторге, совершенно, как бы, мы с ним обсуждали, и вот, единственное, что, вот мы пока сидели, болтали, там, минутами за, может, час, очень больше, вино стояло в бокале, и как будто бы, чуть-чуть стало разваливаться, но вот, может, конкретно бутылка, может, нет, но вот мы это заметили, поэтому сейчас, могу сказать, что сейчас очень хороший, это 17-й год рамонта, он прямо, да, мы открыли сейчас в 18-й, потому что здесь у нас еще, немножко обновленная этикетка, что в кадре была такая посвежая, но это 18-й, и я считаю, что у него очень хороший потенциал, для того, чтобы... Так, но я делаю такую штуку, с легкой руки Светланы, как раз таки, я собираю вина, годы рождения своей дочери, это как раз 2018-й год, вот я думаю, может, первая русская бутылка-то у меня будет, вот эта коллекция. Можно, можно, потому что здесь кислотность очень высокая, прям очень, это даст ему жизнь, хороший тонин, и опять же, градус тоже работает в целом на жизнь вина, три составляющие, все три в наличии, поэтому трудно сейчас предположить, я бы купила коробку, как я бы делала, я бы купила коробку, шесть бутылок через год, через пять лет открыла одну из них, посмотрела, что происходит, примерно поанализировала бы, пить сейчас или оставить, ну и где-то там дальше уже через два-три года по бутылке открывать и смотреть за состоянием, так удобнее. Почему на выдержку лучше закладывать не одну бутылку, а несколько, чтобы смотреть за динамикой, потому что, когда ты покупаешь коробку, ты с легкостью через пять лет открываешь одну бутылку из шести и смотришь, есть ли у тебя еще время полежать или пора. А сколько стоит бутылочка? Чуть больше трех тысяч рублей, но это в рознице. А мне сколько нужно? Договоримся. У меня хороший потенциал, оно стоит, во всем мире такого уровня вино будет стоить примерно тогда, где-то будет чуть дороже за счет транспорта каких-то. Ну, а ты про выдержку вина, как считаешь, сколько покупать бутылок? Ну, я, честно говоря, вот Даша сейчас сказала, значит, 2018 год, надо это самое. Я тоже так думал. У меня дочка здесь 14-го. Но это вот здорово, но тебе каждый раз все равно жалко открывать там эту бутылку. И ты не понимаешь, когда ее открывать. Вот в этой проблеме. То есть они лежат, какие-то вина, ну, наверное, 10 лет уже типа окей. Ну, я имею в виду, даже какие-то хорошие, да? Ну, или там шампанское, например. Да, вот недавно мы в какой-то момент, ну, просто даже было жалко, ну, как бы без повода открыли, просто очень хотелось шампанского, а ничего уже не осталось. То есть, ну, нет, был, конечно, там, ну, небольшой повод, ну, так, ни день рождения, ничего. Ну, это связано там со спортом, да, с фигурным катанием, да. И мы такие, ладно. И очень хотелось шампанское, вот я открываю там бутылку, хорошая, это был Лесприт, Петерс, по-моему, значит, 14-го года. Ну, как бы вот ты пьешь ее, оно обалденное, с одной стороны, но с другой стороны, ты понимаешь, что, как бы, ну, как бы, если ты его открыл, там, пару лет назад, да, оно было бы, как бы, лучше. Не же лучше, оно было бы как-то свежее. Покупаем сладкие. Нет, то есть, если бы у тебя было их шесть, тебе бы было не так. У тебя было бы больше выборов в тот вечер. Поэтому, даже если это вино, то я думаю, что 18-й, вот в следующем году, будет прям такой, какой он должен быть. Потому что, если сейчас откроем 17-й, я даже вам дам с собой 17-го, просто вы его откроете, вы поймете, вот какое трамонто должно быть, когда оно вот в такой правильной кондиции. Зрелое, готовое, с каким-то еще там плюс-минус потенциалом, он еще поживет, но тем не менее. Я очень прошу прощения, трамонто это что? Трамонто переводится с итальянского закат. Либо вечерняя заря. На самом деле, да, наша винодельня действительно в этом смысле славится наличием разных культур и языков, даже в своих названиях. Это связано с ряда причин. Ну, первое, что когда это все начиналось, я напомню, 2006-2007 год, строилась винодельня, восстанавливалась по эскизу начала 20-го века. Это еще при... Это Крым, это еще другая страна. И вообще вино с постсоветской пространства никому как бы, ну, может сложно было себе представить, что кому-то нужно в 2007-м году. Поэтому владельцы как бы винодельни, они не совсем звеного бизнеса, они как бы решили так что-то сложнее назвать, чтобы как бы... Но не переитальянские, наверное, на самом деле. Французские, скорее, да. Французские. Шато Кот-Гесан-Гниель. Мы как бы стали с 1 июня шато Айдани. Но шато символизирует исключительно то, что все процессы у нас происходят на винодельне и винограднике. Наш виноград, наша винодельня, наши чаны, наши бочки. И вот как бы... Замкнутый цикл. Замкнутый цикл, да, бордовского хозяйства. При этом, долгое время у нас был винодел Никола де Афлито. И вот 18-й... Да, 18-й год, это еще с его участием, это винодел Фрискобальди, причем как бы абсолютно один из главных их виноделов, был консультантом. Он как раз делал Айдани. Это его была такая основная задача, сделать флагманское вино, которое есть на винору Коберна Савиньон. 70%, 15% Саперави, 15% Бастардо. Все со старых лос, вино как бы отличное. И, конечно, итальянцы привнесли чуть итальянского к нам. Сейчас мы возвращаемся, становимся вновь такие как бы русские. Я бы сказал, что шато Айдани сегодня это русское шато с таким итальянским лоском. Я вот так это назову. Оно все еще в итальянском костюме, но уже... Ну, в Крым же, но уже сшито как бы... А мне нравится то, что здесь Саперави. Я вот, кстати, пока оно тут стоит, я начинаю его чувствовать. И мне нравится этот мягкий Саперави. Мы как с Светланы, когда пробуем вот эти русские бленды, мы сразу представляем, что наши сорта Саперави или еще Красностоп, тоже в русский бленд входит. Они на международной конференции, они и в рубашках сидят, и не выделываются. И сразу какие-то они становятся другие. Не убирайте его оттуда. Ну, опять же, Вы, Данилиев всегда будет Саперави. Здесь вопрос не столько Саперави, сколько одно вино должно быть в таком универсальном, международном стиле. Дело не в том, что оно, да, оно станет, может быть, менее авторственным, менее российским от этого, но, тем не менее, оно будет более таким, ну, вот таким, как есть, я не знаю, там, Альмавилла в Чили, таким, как есть, там, Опус-1 в Калифорнии, то есть, ну, это, так сказать, международное вино, то есть, оно не совсем, как бы, теруарное, это больше такое вот международное вино сделано на этой территории, там. В США, там, есть международное вино, сделано, то есть, поэтому, вот, как бы, такие у нас, в этом смысле, у меня, по крайней мере, идеи, но, вот, мы к этому, по-прежнему, стримимся. Прекрасное вино, замечательное. Я, как обыватель, я бы его все-таки деконтировала. Да, 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 оно чуть-чуть, ну, мне очень нравится. Либо постарше, вот 17-й, мы попробуйте. Очень, да, будем. А ты что, ты еще молчишь? Решила, отмолча? Нет, я тоже хотела сказать, что я, допустим, как грузинка, когда готовлю, например, борщ, все равно добавляю хмель, сунели и кинзу. Я знаю, что в борщ не надо добавлять ни хмель, сунели, ни кинзу, но мне, мне так вкуснее, так и тут же, в принципе, добавить в Бродобленд немножко Сапирали, ну да, есть какой-то акцент легкий, но мне это нравится вообще. У нас для этого есть Айданили, Айданили, там 15% Сапирали и 15% Бастарда, это тоже старые лозы, 2003 год посадки, поэтому такое вино у нас есть, которое будет больше, как раз так, вроде как международное, но с акцентом. У нас самое продаваемое ваше вино на Винору это Форте, это все называют могучее, потому что так на губерте не нарез. Ну, оно очень необычное, его надо иметь в любом случае в ассортименте и с ним много всего можно придумать с точки зрения гастрономии. Его берут со страшной силой, всем нравится, русскому человеку нравится. А это крепленое вино, на самом деле есть интересный такой факт, что оно для нас тоже важно, потому что, во-первых, это кабинет савиньон 100%, это 3 года выдержки дубовой бочки и крепления с зерновым спиртом, а надо сказать, что именно так еще 100 лет назад производили портвейн для Николая II, его любимый ливодейский портвейн, это та же самая технология, при этом вроде как, что как раз по тем данным, которые есть у нас, вроде как вот этот ливодейский портвейн он вообще с айданилия, то есть с виноградника кабинет савиньон, который рос на айданилия, был изначально, но это Массандра сейчас, поэтому они сейчас производят здесь форт ливодейский портвейн, но это как бы, то есть наш форт чуть-чуть больше настоящий ливодейский портвейн. Он более гламурный, чем то, что делает Массандра, надо сказать. За счет, потому что бочка и старый хвост кабинет. Какой Николай Второй-то был? Не промах. Понимал толк. Да, они вообще хорошо разбирались. Я вот чем больше сейчас окунаюсь в историю, тем больше понимаю, что вообще до революции вообще в вине они очень плохо разбирались. И для нас история является нашим как бы вообще ключевым, но нашим фундаментальной ценностью, потому что айданилий это как бы Булгаков пишет в 14 главе, рассказывая о том, что, значит, Лиходеев куролесил в Ялте и разбил 8 бутылок белого айданилия. И это так, потому что это винная карта. Я обожаю исключительно. Винная карта театральный клуб 1910-х годов. Была на РБК вино, была, значит, эти винные карты у Журкина они нашли. Ну что, три вина, одно из них айданилий стоит. То есть это был серьезный достаточно бренд. Тоже видели, лежат Бордо айданилий 1934-го года. Бутылка Массандра еще. Поэтому история для нас является фундаментальной, и мы чем больше там увлекаемся, мы понимаем, что действительно они прям шарели. Ну что сказать, известные шампанские дома в том числе обязаны частью своей великой истории русским императором, РДР там в том числе. Безусловно. И, кстати говоря, они об этом никогда не забывают. У нас было недавно интервью с Фрежер Фрером, с Рудольфом, наследник дома Тетанже, три брата, которые просто осознанно отказались от великой фамилии и создали свое артезональное маленькое хозяйство. Ну, кстати, у них тоже все хорошо получилось, они официальные партнеры Гиды Мишлен. И вот у него, его прадед был русским, и он устраивал вечера, значит, для Петра I у него портрет его великого предка висит прямо тоже в его винном доме. Он не всегда об этом рассказывает на своих дегустациях, на презентациях и мечтает приехать в Россию закатить тоже классную вечеринку, как при Петре I. Ну, скоро мы дождемся этого времени, так что... Надеемся. Ну что ж, за историю. Спасибо, что пришли. Что ж, все вины, которые мы попробовали, ну, кроме пока что Трамон, я думаю, что мы еще поработаем над этим, можно найти на marketplace vino.ru добро пожаловать, и там много России очень интересной, необычной, и то, что не продается так вот в магазинах, поэтому обязательно проходите туда, изучайте, и знакомьтесь не только с вином, но и с авторами этой вины. С вами был я, Евгений Богданов, наши гости Дарья Орлова и Степана Ламсадзе. До новых встреч на этом канале. Пока-пока. Спасибо, пока.